Вашингтон выступил с осуждением, мол, то, что делает Израиль, законно, а действие Тегерана совсем другое. Полный провал администрации Байдена на Ближнем Востоке. Кровавая драма, которая только набирает обороты. Невнятные заявления Белого дома демонстрируют полную беспомощность в разрешении кризиса. Усилия Блинкина привели к десяткам тысяч жертв и тупику. Дональд Трамп не применил заработать политические очки. Посмотрите на мир сегодня. Посмотрите на ракеты, летающие прямо сейчас на Ближнем Востоке. Посмотрите на то, что происходит с Россией и Украиной. Посмотрите на инфляцию, разрушающую мир. Ничего этого не было, пока я был президентом. Артист Илайс на литовский телеканал ТВ3 пишет о том, что Вильнюс зачищает госслужащих, которые нелояльны стране и поддерживают Россию. Представитель департамента полиции похвастался с начала СВО. Выявили 9 силовиков, возможно, настроенных пророссийски. Часть из них уже уволили. Глава МВД Агнебилат Айте подчеркнула, что они категорически не потерпят офицеров, демонстрирующих нелояльность. Но литовские депутаты порой рассуждают здраво. Нужно восстанавливать отношения с Минском. Нам надо не закрывать эти КПП, а наоборот, больше их строить. Пусть люди ездят и сами смотрят, как там живут. Пусть люди закупаются. Всегда так было и должно быть. Там живут наши люди, семьи и так далее. А у нас нет никаких отношений. Мы говорим, что нам не за что поднимать пенсии и так далее. А тут мы столько денег потеряли. Теперь мы видим, что это была ошибочная политика. Мы сами испортили эти отношения. Украинскую тему продолжает мониторить политолог Владимир Корнилов. Украина переживает свой самый темный час. Под таким заголовком Financial Times публикует большую статью, посвященную истощенности украинского общества. Согласно изданию, уже и офицеры ВСУ требуют от Зеленского прекращения бесконечной войны, чтобы не передавать ее в наследство своим детям и внукам. Опрошенные газеты боевики призывают забыть о границах 1991 года и немедленно начинать переговоры. Да, что-то изменилось и в настроениях украинского общества, и в то, не каким освещают эту войну западные СМИ. А это мем, которыми пестрят американские соцсети. Здесь короткое сравнение помощи Украине и жертвам урагана Хелен. Без комментариев. В США на разных побережьях бастуют портовые рабочие. Массовая стачка грозит миллиардными убытками. Это крупнейшая портовая забастовка в США с 1977 года. Причем через парализованные порты шло 68% всего экспорта и 58% импорта. Каждая неделя забастовки будет обходиться американской экономике в 5-7 миллиардов долларов убытков. Может начаться дефицит самых разных категорий товаров. От бананов и вишни до шоколада, мяса, рыбы и сыров. В Беларуси продолжают активно торговать с основными партнерами. Роман Головченко. С начала года взаимный товарооборот Беларуси и России вырос на 8,5%. Как подчеркнул премьер, на фоне рекордных показателей прошлого года это свидетельствует о значительном взаимном потенциале экономик двух стран. Молдова приближается к демографической катастрофе, но власти проблемы не замечают. Лидер партии Шанс называют Молдову страной, которая исчезает на глазах. Глубочайший экономический кризис, нищета, безработица и отсутствие всяческих перспектив, пока у руля стоят Санду и ПДС, вынуждают молдован покидать родные дома. Лишь один из десяти уехавших планирует вернуться на родину. И это еще один штрих к мрачному образу нашей страны на международной арене, которому за несколько лет привела преступная и подрывная деятельность власти ПДС. Уже не смешно, но Лукашенко вновь обвиняют на этот раз в попытке захвата Чернобыльской АЭС, пишет Полперова и приводит фрагмент беседы с главой МАГАТЭ. До сих пор не могу понять, зачем Лукашенко, Чернобыльская станция. Мы и так натерпелись от того, что произошло после взрыва этой атомной станции, которую, заметьте, мы не строили, мы не обслуживали и мы не взрывали. А основная беда легла на четверть нашей территории. Еще несколько поступков и мнений, которые нам показались интересными. Орбан назвал историческую победу австрийской партии Свободы, призывающей к отмене санкций против Российской Федерации. США заключили контракт с корпорацией Boeing объемом 6,9 миллиарда долларов на производство бомб малого диаметра, в том числе для поставок Украине, Японии и Болгарии, сообщили в Пентагоне. Глава МИД Ирана, говоря о ракетном ударе по Израилю, заявил, что Тегеран предупредил США, чтобы они не вмешивались. Барак Обама до сих пор продолжает управлять США за закрытыми дверями. Об этом заявил его брат в интервью New York Post. Запад намерен инсценировать применение химического оружия сирийской армии и воинским контингентам России в Сирии, сообщили в службе внешней разведки Российской Федерации. Рютте поддержал удары оружием НАТО по целям на территории РФ, но признал, что эти решения будет принимать каждая страна Альянса сама. Шольц планирует в ближайшую неделю провести разговор с Путиным, передает газета Цайт со ссылкой на правительственные источники. Польша со следующего года будет массово строить новые бомбоубежища. Об этом заявил министр внутренних дел Томаш Симоняк. Лукашенко заявил о незыблемости и белорусско-китайской дружбе. Президент Беларуси поздравил Си Цзиньпина по случаю 75-й годовщины образования КНР. Доля равнодушных к футболу россиян с 2005 по 2024 годы выросла с 43% до 77%, показал опрос в ЦИОМ. Немецкие институты бьют тревогу о будущем экономике Германии. По информации Блумберг, правительство ФРГ решило снизить прогноз роста до уровня стагнации, хотя ранее надеялось на 0,3%. На последок по традиции несколько цифр. На 12,3% выросла в августе реальная заработная плата в Беларуси. Минфина России прогнозирует рост ВВП в 2024 году на 3,9%. Около 1 миллиона ливанцев находятся в положении перемещенных лиц из-за бомбардировок израильской армии южных регионов страны. На 40% рухнула съемочная активность в Голливуде в сравнении с 2022. Доля безработных в киноиндустрии США достигает 12%. О чем пишут и что говорят в Телеграм. Мы собираем для вас новости. Вы экономите время. Увидимся.